В частном секторе близ улицы Шелеста сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили на приусадебном участке 49-летнего местного жителя плантацию отборной конопли. Дом на Минской улице обнесен высоким забором неспроста. Он прикрывал от нескромных глаз двухметровые кусты каннабиса, высаженные на грядках. Немалых размеров теплица вмещала десятки запрещенных растений, которые владелец поливал и любовно культивировал. Отдельные кусты сильно превышали человеческий рост. Собранные в один хлыст, они представляли собой гигантский криминальный букет. В доме корейца, который занимается выращиванием овощей на продажу, при обыске обнаружились наркопродукты – высушенные листья, доходящие до кондиции в тазике и тортнице. Вес этой марихуаны составил 180 граммов, число выкорчеванных кустов – 101. Хозяин подворья уверял оперативников, что эта плантация работала на него лично, продажей сырья или наркотика он не занимался. За отсутствием доказательств обратного, дело возбуждено лишь за хранение марихуаны и культивирование конопли. С уголовным процессом подозреваемый хорошо знаком, поскольку имеет интересный набор судимостей и явную тягу к оружию. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, хранение оружия и применение насилия в отношении представителя власти. В частности, в апреле 2009 года за совершение вооруженного разбоя и хищение крупной суммы денег у сотрудников частного охранного предприятия мужчине судом было назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Разбойное нападение, с которого началась преступная карьера этого мужчины, в свое время было весьма громким. Это тот самый человек, который в 2008 году с двумя сообщниками среди бела дня совершил нападение на сотрудников ЧОПа, вывозивших выручку из тогда еще разрешенных игровых залов. Вооруженные пистолетами налетчики отобрали у инкассаторов сумку, в которой были 650 тысяч рублей. За ними была погоня со стрельбой, но задержать преступников удалось значительно позже. За это нападение мужчина провел в колонии 8 лет. На фоне такого послужного списка выращивание конопли кажется детской забавой, за которую, тем не менее, придется снова сесть на скамью подсудимых. С места происшествия Валентин Борозняк и Андрей Цой.